У меня лучшая команда. Можешь успокоиться, так думает Кожан. Ты что, серьезно думаешь, что твои девки лучше? Думаю, что мои девки лучше, не что я. Она вообще не який. Михалыч, мы тебя не ображаем? Нет, нет, нет. Мы тут твоим трёхом, так вот идиотским. Он в своих думках. Он в своих думках. Сейчас мне нужны ваши шаленые оплески, потому что на этой сцене появится категория гурти. Можешь, как их много. По-моему, сейчас наши категории здаются такими милкими. Интриги не лишились. Это Андрей Михалыч, Андрей Михалыч, это гурти. Что такое? Он расхваливался. Були люди, за которых бы ты, ну, зупер дав, что они повинны дальше быть. То, чтобы это была командная история, когда в любом... У тебя есть хлопчик, девчонка или группа? Конечно, да. Я молюсь за это. Слушай, я... Вы знаете, может, я не прав. Вот сейчас... Вот я сижу, я целый день промучался. А вот... Блин. Ты не хочешь, чи что? Слушай, я вот сижу, я вам скажу. Ради Бога, только меня простите. Вы тоже. Я каждое утро просыпаюсь и таки... Блин, ну... Сейчас, подожди. Я даже пяток разогнался, я... Ага. Сейчас. Юбил. Ребята, правда, вы только не обижайтесь. Я вот сижу, я себя вот... Вот я как будто не оправдываю надежду, да? Вот я настолько пустой. Я сегодня, думаю... Вот все девочки, это мальчики, переодеваются каждый раз. Он все время в черном. Думаю, сегодня оденусь... Ну, купил там в Бельгии, думаю, одежду для «Х-фактора», думаю, из «Жефира». Я смотрю, и я как придурок. Я понимаю, насколько это вам важно, и я думаю, ну, я... Может, это будет честнее, что я, наверное, этот проект покинул. Потому что, может быть, появится какой-то наставник, который вам поможет. И я понимаю, что это проблема во мне. Может, как-то вы поменяете эту ситуацию. Но я сейчас как подумал, что мне сейчас надо кого-то выбирать. Я, ну, не готов это делать. Ну, все способные ребята, ну... Мне кажется, что мне лучше все-таки этот проект покинуть. Я... Послушайте. Зараз? Ты зараз хочешь покинути? В любом случае, кто-то из вас троих будет в прямых эфирах, это понятно, да? Ну, я ничего не могу сделать. Мне... Извините. Это он, что, мает на увазе, что ему не понравилось, что ему гурту не осталось? Прослуховывание категории коллектива на сегодня изменяется. Как это будет происходить, вам скажут позже. Можете быть на сегодня свободными. На жаль, так. Что это? Что это за фигня? Может, это история про то, что он хотел иметь каждого участника из каждой категории? Я его, в принципе, готовил поддерживать. Боже, я так нервую, у меня прям мокриют... Участники идут в руках, я просто... У меня есть такое ощущение, что я как-то как-то виновна в этом. Я сейчас просто в шоу. Мне кажется, что мне лучше все-таки этот проект покинуть. Вообще, тогда переходи все границы, мы в шоу. Нет, я в это не верю. Я все трясло. Такое ощущение... Мне сейчас надо кого-то выбирать. Я не знаю, как это решится. Я не готов это делать. Кого могут поставить? Наверное, Бархин. Нинок Атамадзе. Олег Венин. Шуров. Может быть, Александр Софина? Серега. Миза Полякова. Возможно, мы останемся без тренера вообще. То ли у меня какая-то пауза там, я не знаю. Извините. Я надеюсь, что он вернется. Я очень на это надеюсь. Он нам очень нужен. Мы хотим, чтобы он был нашим наставником на «Экс-факторе». Надо как-то поддержать нашего тренера. Он самый особенный, самый яркий. Спасибо, друзья. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ